в том числе индекса потребительских цен или других каких-то индексов, определенных Министерством экономического развития Российской Федерации. Этому много причин, в том числе, например, утверждение инвестиционных программ для отдельных ресурсоснабжающих организаций, наличие каких-то выпадающих доходов или расходов, изменение полезного отпуска в предыдущие периоды. То есть есть много вопросов, связанных с деятельностью организации, которые не позволяют уместить экономически обоснованный размер тарифов в индекс как роста платы граждан, так и индекс инфляции, который определен Министерством экономического развития. С этой целью уже более 10 лет действуют меры на территории Российской Федерации, которая ограничивает рост платы граждан, чем, еще раз повторюсь, дает возможность населению уверенно смотреть в будущее и знать, что выше, чем на уровень инфляции, тарифы на коммунальные ресурсы на территории области, на территории их населенного пункта не поднимутся. С этой целью ежегодно издается распоряжение правительства Российской Федерации, которым определяется средний индекс роста платы граждан за коммунальные услуги по всем субъектам Российской Федерации. Эти показатели тоже разные, зависят в том числе и от предложений субъектов. Некоторые субъекты заявляют предельный индекс роста с превышением уровня инфляции. Ростовская область, как правило, заявляет предельный индекс роста на уровне того индекса, который формируется Министерством экономического развития в целом по Российской Федерации. В прогнозных сценарных условиях такой индекс составлял 9,8% с 1 июля 2024 года. При этом с 1 января 2024 года индекс равен нулю, то есть тарифы расти не должны. Все эти моменты выдержаны в Ростовской области и на 2024 год уже вышло распоряжение правительства Российской Федерации 10 ноября 2023 года за номером 3147-Р. Этим распоряжением средний индекс роста платы граждан по Ростовской области определен в размере 9,5%. И кроме этого определено предельное максимально допустимое отклонение по отдельному муниципальному образованию в размере 4,9% на 2024 год. В связи с чем некоторые горячие, так сказать, люди и комментаторы, увидев это распоряжение, сразу пришли к выводу, что по Ростовской области тарифы на коммунальные ресурсы с 1 июля увеличатся на 14,4%. Это неправильно и неверно, потому что конечную точку в этом вопросе ставит руководитель субъекта в Ростовской области, это губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, который своим распоряжением определяет конкретный индекс роста платы граждан по каждому из 420 муниципальных образований Ростовской области, где оказываются коммунальные услуги населения. Такое распоряжение в Российской Федерации по нормативным правым актам должно быть издано до 15 декабря. В Ростовской области уже документ подписан. Распоряжение губернатора Ростовской области от 11 декабря 2023 года номер 326. Индексы предельные по каждому муниципальному образованию установлены. Эти индексы включают в себя следующее изменение тарифов на коммунальные ресурсы. Но еще раз повторюсь, в первом полугодии тарифы на коммунальные услуги расти не будут. Если вдруг в платежных квитанциях кто-то увидит рост тарифа на коммунальный ресурс, то необходимо сразу обратиться в региональную службу по тарифам. И мы проведем по этому поводу обследование. А по услугам отклонения с 1 июля будут следующие. Так, в среднем у нас индекс по области выполнен в размере 9,5% соблюден. По некоторым муниципальным образованиям это изменение будет до 9,9%. И зависеть это будет в первую очередь от состава коммунальных услуг. Потому что на некоторые услуги, например, на природный газ индекс роста уже тарифы утверждены для населения. И в зависимости от группы потребления природного газа, там разные есть группы, или только плиты газовые, или плита и водонагреватель, или плита, водонагреватель и отопитель. Соответственно, разные тарифы и немного по-разному они выросли. И рост на природный газ цен для населения с 1 июля составит в Ростовской области от 9,8% до 10,7%. Именно эти индексы включены в расчет среднего индекса роста по Ростовской области. По другим коммунальным услугам на электроэнергию цены для населения в среднем вырастут на 9%. И тарифы для населения тоже уже утверждены по Ростовской области. На водоснабжение, водоотведение тарифы, предельный рост тарифа составит 9,5% с 1 июля. По некоторым муниципальным образованиям, по некоторым организациям эта величина будет меньше, но количество их, конечно, очень небольшое. По теплоснабжению в этом году впервые применен дифференцированный подход. Мы на протяжении уже нескольких лет наблюдаем, что, к сожалению, тарифы для населения на тепловую энергию разные. По разным муниципальным образованиям и по организациям. И по тем потребителям, где цена, текущая на тепловую энергию, превышает 2925 рублей 12 копеек за 1 гигакалорию, с 1 июля цены, тарифы на тепловую энергию расти не будут. Это потребители городов Гуково, Донецка, Новошахтинска, Белоколитвинского, Кагальницкого, Каменского, Константиновского, Неклиновского, Пролетарского, Цемлянского районов. А также частично потребители города Батайска 94-95% попадет под эту норму. Каменско-Шахтинска 86%, Новочеркасска 53%, Таганроги 17% не увидят увеличение тарифа на тепловую энергию. В Шахтах эта доля составляет практически 99%, в Егоровском районе 2%, в Зерноградском 72%, в Красносулинском 7% потребителей не Красносулинского городского поселения, а других сельских населенных пунктов, где услуги оказываются угольными котельными. С 1 июля на тепловую энергию 59%, в Сальском районе 84%, в Шолоховском 84%, всего в 22 городах и районах области полностью или частично с 1 июля 2024 года для отдельных групп населения не поднимется, не увеличится тариф на тепловую энергию. Еще раз повторюсь, это потребители, у которых сегодня в платежных квитанциях тариф на тепловую энергию выше, чем 2925 рублей 12 копеек. Но, наверное, стоит сказать о том, что кроме этой меры защиты есть еще несколько мер защиты населения от высокой тарифной нагрузки. Во-первых, это адресные социальные выплаты, тем потребителям, у которых совокупный коммунальный платеж превышает 20% от совокупного дохода семьи. И эти выплаты оформить можно в органах социальной защиты. Также на территории Ростовской области продолжает действовать выплата, адресная социальная выплата по тарифам на сфере водоснабжения и водоотведения. Если тарифы на водоснабжение и водоотведение в квитанции превышают критерии доступности, по водоснабжению это порядка 45 рублей, по водоотведению порядка 40 рублей, то также можно обратиться в органы соцзащиты с заявлением. Один раз оформляется эта процедура, проходит. И затем по факту оплаты раздельный тарифом, действующим для населения на воду тарифом по критериям доступности, возвращается на расчетный счет потребителей. Если возникли какие-то вопросы, то пишите к нам в соцсети, обращайтесь. Есть моя страница личная в телеграм-канале. И там оперативно на все вопросы мы ответим, которые связаны с изменением тарифов в 2024 году. Как для прочих потребителей, так и для населения. Также можно обращаться в адрес региональной службы по тарифам с вопросами и с обращениями письменными по электронной почте или на наш юридический адрес, город Ростов-на-Дону, Кировский, 40К. На все вопросы, которые возникают, мы дадим ответы. Кроме этого, еще раз, ну вернее не еще раз, а обращаю внимание, что можно позвонить на горячую линию и там также получить необходимые пояснения и комментарии, задать интересующие вопросы. Таким образом, в среднем по Ростовской области, по распоряжению губернатора Ростовской области, средний индекс роста платы граждан не превысит 9,5%. По видам услуг, еще раз повторюсь, на природный газ цена в зависимости от группы потребления вырастет с 1 июля от 9,8% до 10,7%. На услуги водоснабжения водоотведения не превысит 9,5%. На электроэнергию тарифы утверждены для населения и в среднем изменение составляет с 1 июля 9%. На тепловую энергию 9,5% за исключением тех потребителей, у которых тариф в коммунальной квитанции на сегодня ниже 2925 рублей 12 копеек за гигакалорию. У кого эта цена сегодня выше, у тех тариф с 1 июля не изменится. Наверное, надо отметить в некоторых средствах массовой информации, я имею в виду в интернет-издании, с трибун некоторые деятели начинают говорить о том, что пенсия растет на 7%, тариф растет на 9,5%. Но еще раз подчеркиваю, что с 1 января цены и тарифы на коммунальные ресурсы останутся неизменными. Рост произойдет только с 1 июля, поскольку часть, если вывести средний индекс по году, то 9,5% в среднем по году это порядка 4,8%, что не превышает прогнозный уровень инфляции на 2024 год. Также призываем активно пользоваться мерами социальной защиты и социальной поддержки, в том числе адресными социальными выплатами в сфере водоснабжения. Если возникают какие-то вопросы с этим связанные, обращайтесь в адрес региональной службы по тарифам. Все, что в наших полномочиях и в зоне наших компетенций, дадим исчерпывающие комментарии. Вопросы какие-то не возникли, поэтому ждем ваших предложений, пожеланий и вопросов. В преддверии хороших выходных желаю всем хорошо и качественно подготовиться к наступающему Новому году. Эфир в этом году, наверное, будет у нас последний прямой. В следующий раз в прямом эфире встретимся уже в новом 2024 году. Поэтому всех подписчиков, всех, кто нас смотрит и слушает, с наступающим Новым годом. На этом информация вся. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...